Байрель Бренд торгуется под 87 долларов, хотя ровно год назад было всего 75. Аналитики улучшают прогнозы по бумагам нефтяников. Так от Лукойла не исключают выплаты неких спецдивидендов. Бумаги сектора подробно разберем с экспертом. 87 рублей 30 копеек. Официальный курс доллара от ЦБ на сегодня. 2 июля российская валюта дешевеет. Евро 93,95, юань 11 рублей 80 копеек. Газпром в лидерах роста на Мосбирже. Давно такого не было и вот снова. Плюс почти 5% по итогам торгов понедельника. Стало известно, что в первом полугодии Европа активно покупала трубопроводный газ. Из России поставки выросли на 27%. К слову, увеличился и экспорт СПГ в ЕС, но уже на более скромные 6%. Н. Неопределенность. Акционеры Русгидро не приняли решение под дивидендом за 2023 год. На этом акции компании просели почти на 1,5%. Основной акционер Росимущества не смог проголосовать, так как не получил директиву властей. Ранее Совет директоров Русгидро предложил акционерам два варианта на выбор. Либо дивиденды не выплачивать, либо 8 копеек на акцию. Всех приветствую. Это «Рынки утро». Меня зовут Алевтина Пенкальская. Вместе с Богданой Приходой будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня. Важные, нужные для инвесторов и просто заинтересованных в экономике и рынке. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, вопросы. Мы всегда на них отвечаем, читаем, радуемся. Очень стараемся отвечать на них. Кстати, в Москве сегодня ждут максимальную жару до 34 градусов. Вчера на российском рынке было не так жарко, как и на улице. А сегодня как? У нас кондиционеры, слава Богу. Что касается ключевых событий. Алроса приобрела месторождение у Полиса. Об этом пишут коллеги из Коммерсанта. Крупнейший российский, получается, добыча колмазов расширяет свое присутствие в золотодобыче. Значит, это речь идет о дегдиканском месторождении. Балансовый запас 38 тонн золота. Сумму сделки не раскрывают, но аналитики оценивают, что это примерно 85-100 миллионов долларов. Предначальных, к слову, инвестиций в проект могут достичь еще 24 миллиардов рублей. Так, что говорят эксперты? Вообще, зачем это нужно? Диверсификация должна поддержать устойчивость бизнеса Алросы. Цены, получается, на алмазы сейчас находятся под давлением слабого спроса. Но котировки золота, как мы видим, тоже за этим следим, близки уже к рекордным значениям. Предварительно, к слову, ввод в эксплуатацию планируется на 2028 год. Ну, что для Полиса? Зачем им это нужно? Получается, в компании решили оптимизировать портфель своих геолого-разведочных активов, так как они активно занимаются подготовкой к еще одной разработке другого уже месторождения, сухого лога. Это одно из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. То есть планы, на самом деле, грандиозные. И вот это вот освоение обеспечит дополнительный синкетический эффект для бизнеса, получается, и поможет повысить финансовую устойчивость. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе. Также в Майл Рос сообщил, напомню, что не намерены снижать объемы производства в условиях санкций, а смотрит на вопросы диверсификации. Это цитата. Аль, ну как думаешь, понравится ли такая грандиозная идея инвесторам, ждать ли апсайды, опять же? Ну, кстати, Алроса вчера подросла на этих новостях почти на 2%, при том, что индекс Мосбиржи был в плюсе примерно на 1%, то есть лучше рынка все вышло. Хотя сейчас бумаги Алросы торгуются от локальных майских пиков в минусе почти на 10%. Но вообще интересно, вот эта история с золотом тоже немножко почитала. Алмаза Анабара, это компания в составе Алросы, уже занимается в целом добычей золота. Были в январе-феврале новости о том, что она начинает добычу рассыпного золота. И сама Алроса говорила, что у нее есть планы по диверсификации бизнеса. То есть не наши догадки, а некая официальная позиция компании. Соответственно, теперь новое месторождение. И еще что интересно по поводу диверсификации бизнеса Алросы, узнала тоже, что помимо выпуска золота, добычи алмазов, Алроса также осваивает два нефтегазовых месторождения в Якутии. Ну, понятное дело, что это весьма скромная доля вообще в общем бизнесе. Но сам тренд на диверсификацию, мне кажется, весьма позитивен. Подключайтесь к нашему обсуждению. Мы всегда ждем ваши вопросы в Телеграм-боте. И на самые интересные ответим мы вместе с Алифтином, вместе с Экспертом. Алина, еще одна тема, спекуляция на тему юаня. В последние две недели резко выросло число сделок с юанем на московской бирже почти на 80%. Опять же, если сравнивать с майскими показателями. Средний размер сделки сократился до отметки 1 миллион 890 тысяч рублей. Это минимум с февраля 2023 года получается. А вот суммарный объем торгов китайской валюты вырос на 13%. Ну, о чем это говорит? О том, что частные инвесторы стали более активными. А вот крупные игроки, такие как импортер, экспортер, они уходят, получается, с организованного рынка. Ну, там, опять же, есть еще одна причина о том, что частичный переток ликвидности на внебиржевой рынок. Ну, кстати, полного, опять же, перетока на внебиржевой рынок участники его не ждут. Али, ты как думаешь, случится ли это? Ну, мы, да, тоже с тобой уже обсуждали с нашими экспертами по поводу возможности остановки биржевых торгов юаня. Опять-таки, гости в студии оценивают пока такой сценарий невысоко, поэтому не ждем. Но, тем не менее, тоже отмечу, что брокеры начали намекать, что китайские юани, в принципе, несут в себе такие же риски, как и доллар. Поэтому, я думаю, хранить большие юаневые остатки тут нужно хорошо взвесить заебротив. И еще одна тема, которую предлагаю обсудить. Возможное смягчение НДПИ на уголь не поможет акциям Распадской и Мечела вырасти до конца этого года, пишут ведомости. Аналитики не видят драйверов роста. Коротко постараюсь, хотя коротко очень сложно, в чем смягчение. Колодовые темы, коротко. Да, еще и уголь. Сначала, получается, отменили экспортные пошлины на энергетический уголь и антрацит. А вот теперь хотят повысить порог цен, при повышении которых угольщикам будет начисляться надбавка как раз к налогу на добычу полезных ископаемых. Об этом Интерфакс ранее заявлял. Но вот если, опять же, с начала года смотреть, то стоимость акций Распадской снизилась больше, чем на 17%, Мечела на обыкновенной акции почти на 30%, а Префа больше, чем на 30%. А вот индекс Мосбиржи, опять же, за этот же период, если мы смотрим, то он увеличился на 2,8%. Аль, согласна ли ты с таким прогнозом аналитиков, не знаю, что будет с этим? Ну, угольщики, мне кажется, вообще в тяжелом положении. У нас находится постоянная налоговая инициатива, которая-то вводится, то отменяется, создает некую неопределенность для сектора. Плюс, естественно, проблемы с логистикой, которую мы тоже не раз обсуждали. У нас расшивка Обама-Транссиба только идет, угольщики у нас по приоритетам поставок по железной дороге где-то внизу находятся. Но плюс цены, да, у нас энергетический уголь с ценами еще все ничего, не очень хорошо, а как сущийся лучше. Но у нас же сейчас жара, не только в Москве, как мы уже сказали, но в Европе и в Азии. И тоже, как считают аналитики, это может случить неким драйвером роста цены на энергетический уголь, который используется для производства электричества в том числе. Кстати, спросим мы у нашего гостя, который к нам сейчас присоединяется по видеосвязи, Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестиционного банка «Синара». Кирилл, приветствую, доброе утро. Доброе утро. Как вообще жаркая погода на цены на нефть и газ влияет, на уголь? Вот я считала, что определенно. Нефть и газ? На газ, да, тоже определенно влияет. Мы наблюдаем рост последней недели, дни именно спотовых цент на газ. В первую очередь на газ, чем на нефть. Ну, тема у нас все-таки, как я уже заявляла, обсуждение у нас основное все-таки сейчас нефть. Котировки Brent почти 87 долларов, год назад было меньше почти на 10 долларов. Что сейчас поддерживает спрос, видела теории, что вплоть до грядущих президентских выборов в Штатах? Ну, есть несколько факторов, их надо все сказать, все обсудить. Во-первых, фундаментальная картина на третий портал очень благоприятная. У нас даже повысило МВФ в апреле прогноз роста мировой экономики с 1,1 до 3,2%. Плюс на это накладывается то, что все ведущие энергетические агентства, как минимум 1 миллион баррелей в сутки, прироста спроса на жидкие углеводороды в этом году ждут. Традиционно является очень сильным летние месяцы, поэтому мы, скорее всего, именно в летние месяцы выйдем вообще на исторические новые абсолютные пики по потреблению. Что еще важно обязательно сказать, что мы видели, что с прошлого года, с конца, существует определенная премия из-за ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Израиля. И эта премия, когда много новостей идет в СМИ о грядущем перемирии, возможном перемирии, она может охладить цены. И, соответственно, наоборот, как только больше сообщений становится о том, что там наземная операция перейдет на юг уже Ливана, то цены здесь подогреваются. В настоящее время мы, наверное, находимся в более такой жаркой фазе, что премия стала больше, то есть это тоже оказывает свой положительный эффект на нефтяные цены. Ну и не стоит забывать еще два момента. Я выделил, что да, у нас близятся выборы в Соединенных Штатах Америки. Там есть политическая дискуссия о том, нужно ли и в каком объеме высвобождать нефть из стратегических резервов. Такая возможность сбить цены для потребителей в Америке есть, несмотря на то, что резерв сильно просел в последние годы. Но если власть, администрация текущая США, посчитает правильным, нужным это сделать, действительно, они могут больше высвободить нефть из стратегических резервов и действительно оказать понижательное влияние на нефтяные цены глобально. И еще, кстати, интересный момент, что и важный, который стоит отметить, что в конце этого месяца, в конце июля, будут президентские выборы в Венесуэле. И здесь тоже часть участников рынка переживает, что может быть некий исход, который затронет не только Венесуэла, но и соседние страны. Я помню, что еще несколько месяцев назад была дискуссия, были опасения, что Венесуэла, возможно, будет иметь даже военный определенный конфликт с Гаяной, который в последнее время, в последние годы очень бурно увеличивает добычу нефти. Хорошо, да, получается, общую конъюнктуру на мировом рынке вы, Кирилл, нам обрисовали. Я так понимаю, она благоприятная. Кстати, обращаюсь тоже к зрителям. Пишите вы свои вопросы, Кирилл, обязательно их переадресуем в наш чат-бот, QR-код на экране, также в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор». Можно пройти, задать вопрос, мы его сразу же с данной увидим. Кирилл, тогда, учитывая вот эту благоприятную конъюнктуру и благоприятный прогноз на третий квартал по мировым ценам на нефть. Вы как-то меняли свой взгляд на российские нефтяные компании? Какой у вас, в принципе, взгляд на сектор? Потому что в первом полугодии, мне кажется, был такой общий консенсус на рынке, что первое полугодие отличное, во втором будет сложнее. Сейчас получается, что второе тоже будет весьма неплохим. Да, будет неплохим. Мы не сильно, ну, вообще не меняли прогнозы по котировкам на этот год. Мы видели, что первое полугодие мы прошли по параметрам очень близким, потому что мы закладывали свой прогноз. Мы по бренду на текущий год закладывали 85 долларов за баррель, по цене «Юрлс» это 70 долларов за баррель, то есть дисконт 15 долларов предполагали. Поэтому необходимости менять на данный момент не видим. Напротив, даже если во втором полугодии у нас ситуация будет лучше, с точки зрения цен, наоборот, от наших прогнозов даже будет плюс какой-то дополнительный абсайд. То есть мы достаточно сейчас стоим, ну, как умеренно, консервативно, потому что видим в первом полугодии. Хорошо, но компания им конкретно перетендовалась. Да, вот, Даль, есть два вопроса от наших зрителей. Игорь спрашивает, что происходит с префами транснефти после сплит в боковике? Дату объявили, выплаты дивов все равно в боковике. Кирилл, вот такой вопрос. Да, на самом деле новость ожидаемая. То есть рынок знал, что будет в определенный момент сплит. Дивиденды тоже были, на самом деле, ожидаемы рынком. Поэтому, да, мы, наверное, тут ждем больше каких-то следующих драйверов, которые касаются транснефти. Следующим драйвером с точки зрения роста, наверное, будет цифра индексации тарифа на транспировку по нефти в следующем году. Обычно такие цифры появляются где-то в сентябре. Я думаю, что если цифра будет лучше, чем на 2024 год, у нас на 2024 год было 7% с небольшим, то у рынка будут больше предпочтений к тому, чтобы транснефть увеличить долю в своем портфеле. Какой у вас вообще апсайд предполагается по транснефти на горизонте года? Предполагается ли? Да, у нас все целевые цены, они стоят именно на конец года. По транснефти сейчас целевая цена 1850 рублей. Хорошо. То есть, да, с текучкой уровней апсайд есть. Есть. По Лукойлу. Интересный вопрос. Компания накопила на балансе 13 миллиардов долларов. И самое интересное, как она их потратит. Видела я даже такие теории, высказываемые от разных аналитиков, что могут даже потратить на некие спецдивиденды. А насколько вам кажется вероятным, Кирилл, такой сценарий? Ну, мне кажется, это маловероятно. Такая практика у Лукойла в последнее время отсутствовала. Поэтому, если это будет, то, конечно, будет положительная новость для сектора, для Лукойла в частности. Но я все-таки считаю, что это такое достаточно маловероятное событие. Но по Лукойлу у вас взгляд положительный. Но если по всему сектору, то, я думаю, по Лукойлу тоже? Да, да. По Лукойлу, да. Целевая цена? Целевая цена 7600. 7600. 7600 20, точнее, на конец года. Егор спрашивает, насколько обрушит индекс дивидендный гэп сургут нефтегаза? Там не столь значительная доля именно сургут нефтегаза в прифах. Поэтому я не жду каких-то существенных вообще влияний именно на индекс Мосбиржи. Из-за того, что сургут нефтегаз в прифах пройдет свой год. Ну вот в тему сургут нефтегаза, Кирилл, у нас разрешение на экспорт бензина продлили еще на один месяц, на июль. Многие называют бенефициаром этого решения конкретно сургут нефтегаз. Согласны ли вы? И сразу про нефть. Вот вижу, что по итогам 1 июля у нас стоимость бензина 95-го выросла до самого высокого уровня с марта. Насколько вот это решение о продлении разрешения на экспорт вообще будет толкать цены на бензин вверх? Вот сразу два маленьких вопроса. Действительно, сургут нефтегаз имеет крупное НПЗ Ленинградской области, и он исторически ориентирован именно на экспорт. Поэтому я согласен с той мыслью, что сургут нефтегаз больше всех других нефтяников выиграет это продление разрешения на экспорт еще на один месяц. А по поводу цены на бензин? Да, действительно, цены на бензин выглядят как ситуация. У нас официальные статистики за июнь пока и не вышло, там посчитанный фаз Российской Федерации. Но то, что мы видели в мае, то надо сказать, что в мае, 20 мая велось наконец разрешение на экспорт бензина. К середине мая надо было констатировать, что вот это решение ограничить экспорт бензина, оно свою функцию выполнило. У нас в мае цена, она не сильно отличалась от цены февраля и вообще была на 5-6% ниже, чем в мае-апреле. Ну, конечно, вот эту ситуацию, я считаю, что с каким-то существенным ростом цен, а не же оптовые цены постепенно перейдут в розницу, могут переходить. И наверняка в случае продолжения высоких цен на опте перейдут. Поэтому эту ситуацию мониторят также и правительство. И в случае, если цена, она действительно сейчас, как у вас показано, она существенно выросла в последние недели. Тут, конечно, под вопросом, что делать в августе, в августе могут и ничего не разрешать никакой экспорт. Ну да, пока разрешение на экспорт продлили только на один месяц. На июль следующее решение по августу, видимо, мы увидим уже в конце месяца текущего. Спасибо большое, Кирилл. С нами на связи был Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестиционного банка Синара. Обсуждали мы как мировую конъюнктуру на нефть, так и наши отдельные компании. Вот не успели мы проговорить про Индию, где, кстати, сохраняется высокая устойчивость просто на российскую нефть. Там даже дисконты на наши сорта несколько сократились, были данные. И чтобы сразу к Индии перейти, интересная новость привела, что на финансовый рынок Индии собирается вывести брокерская компания Allure+. Но в Индии уже статус портфельного инвестора имеет не только Allure+, но и другие наши финансовые организации. Но пока никакого продукта полноценного для клиентов у них создать не получилось. Но будем надеяться, что получится. Как вообще рынок Индии себя чувствует? Индийский фондовый индекс нефти-50 сейчас в зеленой зоне, больше 24 тысяч пунктов. Фонд держится уже, получается, вчерашнего дня в лидерах. Если мы смотрим по динамике, CallIndia, это крупнейший госпроизводитель угля в мире, растет на 20% почти сейчас. А Badjaj Finance в аутсайдерах теряет почти столько же. Уголь везде, я смотрела, из-за жары. Да, вот вы говорили про уголь. Да, наверняка. Действительно. Что касается Азии, давайте тоже посмотрим. Пока здесь тоже все в зеленой зоне. Индекс крупнейшей биржи Шанхай растет уже около 3 тысяч пунктов. В Гонконге Хэнгсэнг прибавляет полпроцента. Это вчера, к слову, там не было торгов из-за праздников. Вообще, китайские акции выросли на фоне ускорения производственной активности, получается, в стране. И сектор недвижимости поскочил почти на 5,8%. Мы как раз говорили, что тянет вниз. Что касается, опять же, лидеров, если мы здесь смотрим, нефтегазовая компания CNOC прибавляет почти 3%. Растут, к слову, и банки. Industrial and Commercial Bank of China где-то на 1,5%. А вот в лидерах по падению интернет-компания Maytuan теряет почти 2,5%. И Alibaba уходит также в минус на 1,5%. Давай посмотрим, кто у нас еще уже открылся. Где-то чуть больше процента теряет бразильский ибо Веспа. Южноафриканский рынок закрылся в красной зоне и сейчас продолжает снижаться. Ну, это если коротко по тем дружеским рынкам, которые уже открыты к данному моменту. Посмотрим, какие у нас еще есть вопросы зрителей. Егор спрашивает, насколько обрушит индекс дивидендный ГЭП с БЕРом. Вот хочу сказать Егору, что как раз-таки мы накануне подробно обсуждали судьбу и перспективы российских банков. И в том числе дивидендный ГЭП с БЕРа. Предлагаю заходить на наш YouTube-канал РБК Инвестиции, смотреть наш выпуск от понедельника. Там все мы прекрасно с Даной и нашим экспертом обсудили. И пишите обязательно свои комментарии, вопросы, отзывы. И встретимся уже очень скоро.